Ленинградской области. Андрей Юрьевич Горохов. Добрый день еще раз. Рад приветствовать вас в Калининграде. Здравствуйте. Вот одна из главных тем марта это ежегодное послание президента. Ваше впечатление, что, так сказать, откликнулось у вас лично, как у человека и как у депутата? Вы же присутствовали на этой встрече. Да, я присутствовал как раз. Потом чуть не опоздал на самолет в Иркутск. Вот, но успел. Послание всеобъемлющее. Самое большое, наверное, за последнее время. Вообще самое большое. Владимир Владимирович коснулся, по-моему, практически всех вопросов. Начиная от вопросов демографии, поддержки детства, поддержки дошкольных учреждений, школьных учреждений, высшей школы. Затронул и специальную военную операцию. Очень многое было связано с годом семьи. Вот, про промышленность, про авиапром, автопром. Многое было сказано. Мне очень понравился тот лифт, который выстраивается для участников специальной военной операции. И кадровый лифт, и образование. Это правильно. И воспитание новых элит в этом свете тоже. Расскажите, пожалуйста, что такое новые элиты? Что они будут из себя представлять в будущем? Ну, элиты старые, это те, которые успели что-то получить от предыдущего строя. Кто-то приватизировал удачно, кто-то на какой-то бизнес сел. Я, например, построил все сам, своими руками, поэтому там ничего не приватизировал, поэтому я ничего не конфискую. Что касается воспитания новых элит, это вот как раз те патриоты, которые сегодня участвуют в специальной военной операции. Они заканчивают свои сроки, контрактные, неконтрактные, и тоже придут в жизнь. И, безусловно, это совершенно другие люди, которые прошли через горнило боя. Вот им дорога в горнило власти. И вот это и будут новые элиты. А вот как раз-таки, что они могут дать в стране в роли элиты? Или что-то потребовать от страны в роли элиты? Ну, и дать, и потребовать, это все одно, извиня, одно цепи. И в этой ситуации они, пройдя горнило войны, имеют свои требования и понимания к жизни. И, наверное, вот это новое, в основном патриотически воспитанное, это очень важно. Президент полностью пользуется вотумом доверия от населения. Я уверен, выборы пройдут нормально. И мы изберем на следующий пятилетний срок нашего президента. Вы сказали, что чуть не опоздали на самолет в Иркутск, но, тем не менее, все сошлось. Комитет Госдумы по охране здоровья работал в Иркутской области. Такой большой десант сенаторов, депутатов и академиков просто так не собирается в одном месте. Для чего собирались, собственно? Ну, собственно, там презентовался проект строительства новой больницы, больницы, поликлиники для детей. И в свете этого и было много встреч. Вы знаете, когда простые жители Калининграда приезжают в какой-то другой уголок страны, всегда сравнивают что-то лучшее, что-то хуже. Какой-то полезный опыт вы увидели в Иркутской области, который был бы важен или полезен для Калининграда? Да, мне понравился там фонд, был создан при больнице, и финансирование находилось для этого, и очень красивый проект. Что касается сравнения, нас все время сопровождал губернатор Хобзев Игорь Иванович. Молодой гимний губернатор из МЧС, из генералов, и с Диничевым работал многое время, и мне он очень понравился. Мне кажется, нужно активно принимать участие в выездных комитетах Госдумы, исполнительной власти и законодательной. Что касается законодательной власти, мы встречались с депутатами, на их площадке провели круглый стол, практически три часа. Было все тематически связано с здравоохранением для детей. В этой ситуации, конечно, хочу сказать, что наши климаты и территория позволяют тоже внимательно отнестись к этой теме, и Балтийский Артек, и все с этим связано. Важно, чтобы власти больше внимания этому уделяли. Ну, вы знаете, наши слушатели, калининградцы, в принципе, задают одни и те же вопросы из года в год. Самое главное, это цены в аптеках в Калининграде, они выше, чем в России. Что говорят о медицине и качестве медицины в Иркутской области? Ну, там все есть, все в ценах и западных наших регионов. Что касается эксперимента, который проходит, это дистанционная продажа репцитоварных препаратов, то она проходит удачно. Я думаю, это распространится на всю страну, но в Калининградской области в том числе и проходит. Ну, что можно сегодня уже сказать об этом эксперименте в Калининградской области? Ну, это дает позитивный результат. Для тех, кто не знает, что это такое вообще? Это безрецептурная продажа лекарственных средств удаленно, дистанционно, практически заказ через интернет. И это работает, особенно в дальнеудаленных населенных пунктах. И в этой ситуации выездные аптечные пункты заметно прибавили, работают. И лекарствами регион обеспечен. Ну, что касается выездных аптек, да, то, скорее всего, это не так актуально для больших городов, для жителей больших городов, но актуально для каких-то отдаленных территорий. Вот вы были не очень давно в Озерске. Да, вчера. Насколько успешно работают сегодня выездные аптеки? Ну, вопросов нет особых. Поэтому я считаю, что удачно. Удачно в Калининградской области. Вот если мы будем продолжать тему Озерска, то вы совсем недавно были именно там. Какое впечатление муниципалитет производит на сегодняшний день? — Тихо там. Спокойно, да. Глава на месте. Работают. Мы провели встречи в школе. И у меня был выездной класс знаний с детьми 8-11 классов. И потом в детский садик приехали, смотрели все. Были на горе. Там, где делается курорт лыжного спорта. — Был честный разговор с детьми в этот раз? — Да, как обычно. — Чем интересуется молодежь в Озерске сегодня? Какие вопросы задает? — Чем дальше заниматься? Дорога к успеху. Прости, не рассказать про меня. Что я делал. Как я важные черты воспитываю в себе. Депутат Государственной Думы Андрей Горохов сегодня в студии «Радио Балтик Плюс». Еще раз здравствуйте. Ну, если говорить о том, что молодежь сегодня интересуется, что будет дальше в Озерске. Есть ли у них мысли такие? Уезжать из муниципалитета в областной центр, может быть, вообще за пределы области? Либо оставаться? — Ну, вот это мы и обсуждали. Я говорил о том, что где родился, там он пригодился. Вот, важно поступать в регионе, в учебные заведения. Ребята активные, ищущие. — Сегодня для властей региона актуальна проблематика внутренней миграции населения из отдаленных муниципалитетов в Калининград? — Да, она сегодня менее актуальна стала в связи с программой «На Востоке». Очень большое количество рабочих мест в Черняховском районе, в Черняховске. И в других районах тоже инвесторы приходят и привлекают рабочие места. — Ну, расскажите еще, что интересного спрашивали молодые люди в Озерске? — Ну, одна из проблем, которые они сказали, это проблема кадровая. Не хватает тренера по баскетболу в «ФОКе». — Действительно актуальная проблема, потому что можно иметь «ФОК» такой хороший, как у них, можно иметь все возможности. Ну, а без какого-то руководителя грамотного заниматься не имеет смысла, мне кажется. — Совершенно верно. Да, это проблема. — Ну, а как эту проблему решить можно? — Ну, вот я буду писать чесно министру спорта, чтобы вы помогли в этой истории. — Я думаю, что найдется такой специалист, который согласится работать на Востоке области. — Тем более, что готовы предоставить жилье. — Жилье — это важно. — Врачам дефицитных специальностей, специалисты первичного звена здравоохранения, а также работающим на станциях скорой помощи в райцентрах в селах, с 1 марта повысили ежемесячные выплаты. Когда они смогут их получить? — После 1 марта. — А главное, каков размер? — Ну, я знаю, что увеличивается заработная плата до 50 тысяч врачам и до 30 тысяч работникам среднего звена в системе здравоохранения. Вернемся к вопросам от людей из интернета. Вот очереди к специалистам — это тоже такая животрепещущая проблема. Что с врачами? Как активно сегодня едут в область врачи? Какие меры поддержки сегодня их устраивают? Какие, может быть, не устраивают? Ведь уезжают тоже. — Приселение в сельскую полосу — это миллион сразу дается денег на подъем. — Сельскую местность? — Да. Что касается региона, врачами практически обеспечены. — Так вам кажется. А как выглядит Калининградская область по мерам поддержки для врачей? — На достойном месте. — Также есть инциденты, когда люди просто не могут получить полагающееся им лекарство. Это массовые такие случаи, либо единичные? — Нет, это единичные случаи. — А почему так происходит? — Ну, что-то не спланировали. Я знаю, что по диабету были проблемы. Ну, все завезли. — Ну, чаще всего эти проблемы очевидны когда? В конце года, в начале года. С чем это связано? — В начале года. — В начале года. — Из-за того, что, ну, не допланировали. — Знаете, еще кто-то из ваших коллег в Госдуме обозначил такую идею под 2% на 30 лет давать ипотеку для учителей. Бесспорно, мысль хорошая. А что, если подобную идею еще распространить на врачей? Было бы интересно. — Отличная идея. — Было бы интересно. — А что для этого нужно? — Ну, нужна инициатива, расчеты некоторые и потребность понять. — Есть еще такая проблематика. Женщины обращаются к врачу чаще, чем мужчины. Мужчины практически не ходят к специалистам и сами в этом признаются. Это ли не проблема, которую нужно решать как-то глубоко сегодня? — Нет, это не проблема. Женщины вообще по жизни более ответственны, чем мужчины, поэтому они там чаще следят за своим здоровьем и регулярно обращаются к врачам. Мужчины — ну, какая половина, так и получается. — То есть это та самая проблема, которую нужно решать женщинам, которые рядом с такими мужчинами находятся? — Я думаю. — Правильно вашу мысль понял? — Да. — Вот вы часто ходите к врачам? — Я прохожу диспансеризацию ежегодно, и возраст уже требует более внимательного отношения к этому здоровью. — Я знаю, что в Иркутске вы еще были на таком заводе, который сам производит самолеты. Это практически единичный случай в Российской Федерации. — Да, практически, да. — Расскажите что-то интересное об этом. — У меня исключительное впечатление произвело, и то, что там в программе МС-21, и истребители МиГ-31, и Су-30СМ. Мы посетили площадку, посетили в кабине пилота. Очень интересно. И гордость вызывает все это, и, с другой стороны, еще и видно, как развиваются. Они постоянно сейчас расширяются и строят новые корпуса. — То есть, если сейчас кто-то услышал именно на этом моменте наш с вами разговор, что можно сказать, что россияне скоро будут летать на своих российских самолетах? — В том числе и на МС-21, да. — Весенняя сессия в Госдуме в разгаре. Каких полезных законопроектов стоит ждать в ближайшее время? — Ну, много законопроектов идет. И связано с специальной военной операцией, с защитой населения в финансовом, социальном блоке. — У нас в гостях был сегодня депутат Государственной Думы от Калининградской области Андрей Юрьевич Горохов. Ваши пожелания для женщин в преддверии 8 марта? — Дорогие женщины, поздравляю вас всех с этим замечательным первым весенним праздником. Желаю здоровья, любви, удачи во всех ваших делах. — Спасибо и вам удачи. — Спасибо. До свидания.